Очень рада всех видеть на канале, да, для всей семьи. Всех приветствую, с вами Елена. Сегодня готовлю рассыпчатый питательный рис в сковороде. Для приготовления этого блюда нам потребуется 150 граммов любого риса. Я беру длиннозерный, можно взять круглозерный рис или бурый. Хорошенько промываю рис в двух водах. Хорошо промытый рис заливаю немного теплой водой и оставляю на полчаса. Подготовим другие ингредиенты. Нам еще потребуется репчатый лук. Я беру половину большой луковицы. Нарезаю мелким кубиком его. Перекладываю в чашу. И беру еще одну небольшую морковку среднюю. Просто режу такими кружочками. Также для этого блюда потребуются шампиньоны. У меня около 300 граммов. Режу на небольшие пластинки. Еще для приготовления этого блюда нам потребуется болгарский перец. Я беру замороженный, можно взять свежий. У меня вот здесь 150 граммов. Все ингредиенты подготовлены. Начнем собирать блюдо. На разогретую сковороду отправляю 2-3 столовые ложки растительного масла и выкладываю морковь и лук. Обжариваю до прозрачности лука. Всю эту смесь перекладываю в отдельную чашку и на этой же сковороде обжариваю грибы. Так как в шампиньонах много воды, их нужно обжаривать на хорошем огне, чтобы вода быстро испарялась. Они хорошо утушиваются в этом случае и готовятся быстро. Теперь к грибам добавляю снова лук и морковь, а также перец. Все это нужно посолить, приправить и закрыть крышкой, немного потушить, буквально 2-3 минутки. Через 2-3 минутки отправляем промытый рис, который мы ранее замачивали. Соединяю рис с овощами и грибами. Добавляю 125 мл воды. Еще для этого блюда буду использовать замороженные помидоры. У меня черри. Можно взять свежие помидоры. Либо нарезать кубиком, либо тоже свежие черри. Вы видели, что я подсолила еще блюдо и приправила приправами, так как мы добавили воды и добавили рис. Оставляю тушиться рис буквально 15 минут. Через 15 минут выключаю огонь и оставляю рис на этой же плите доходить еще буквально 5 минуток. То есть через 20 минут у нас готово полноценное, вкусное, сытное блюдо. Этот рис можно использовать как в качестве гарнира для рыбных, либо мясных блюд, либо как самостоятельное блюдо. Рис получается красивым, рассыпчатым и очень вкусным. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, заходите в гости на канал, комментируйте рецепт. А я вам желаю хорошего настроения, здоровья. Говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч, до новых рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok